Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас Апинель и пожалуй это самая представленная линейка, широко представленная, это Апинель номер 8, в своих вариациях, в своих гравировках. Нож на самом деле это нечто среднее по размерам, по всей линейке бывают десятка, девятка, двенашка, она наверное самая большая и также ножи брелоки, которые представлены еще в более меньшем размере, как правило не имеют фиксации в сложном и разложенном состоянии, это четверки, тройки и прочее. И сегодня, поскольку вариация номер 8 очень велика, безусловно это еще и не полная линейка, поскольку, ну давайте начнем с гравировки, вот эта гравировка также настолько широко представлена, насколько это возможно. Ну здесь видим велосипедист, да, и аналогичная гравировка на клинке. Ну походу буду говорить, что за сталь. Сталь 12C27 Sandvik, это некая серийка у компании Апинель. Неплохая сталь, насколько я помню, шведского происхождения и отличительная особенность, мы будем показывать каждый нож про гравировки и заодно говорить о каких-то общих параметрах, поскольку если мы будем останавливаться на каждом и перечислять характеристики, то нам не хватит нашего времени. Вот видим гравировка пеший туризм. Вот он турист смотрит на суслика, здесь еще два туриста, там домик и некое изображение гор. Так вот, что касается самой компании и технических характеристик ножа, все клинки в принципе выполнены в форме клиппоид, это все клинки имеют замок, так называемый вибролог, простой, надежный и фиксирует нож как в разложенном положении, да, не давая сложиться. Вот гравировка кабан, так и в сложенном состоянии, поскольку, а вот еще один велосипедист, кстати у нас дубль, ну его давайте в сторону уберем и покажем в карбоне, например. Здесь уже сталь углеродка, видно обозначение карбона, у нее твердость повыше, но в целом сведен он так же. Может, кстати, немножко подвергаться коррозии. Так вот, параформу клиппоид, спуски прямые от обуху сведены в ноль прям до нельди. Мы не запаслись бумагой, но давайте мы возьмем, у нас есть детский буклетик здесь с авиакомпанией, и посмотрим, как сразу режет этот карбон. Сведение в ноль, прям к нему никогда вопросов нет, наоборот, даже настолько в ноль, что бывают немножко такие микрозамены. Но это издержки того обширного серийного исполнения данных ножей, поскольку, конечно же, ножи вот так 12-27 Sandvik режет. И спуски в ноль прямые от обуха. Здесь, кстати, гравировка называется Заяц, помимо Заяца есть еще некое изображение. И аналогичное исполнение оленя. Рукоять преимущественно дуб и бук. То есть дуб немножко потемнее, а в серийке, конечно, идет бук. Ну вот это вот самое классическое исполнение без гравировки, без ничего, 12-27 Sandvik. По этой модели, это уже под названием трекинг, и она бывает в разных вариациях. То есть если темлячок, то, как правило, трекинг в основном, в остальном нож абсолютно одинаковый, имеется темлячное отверстие и темляк. То есть эти ножи уже бывают в зеленом цвете, в синим цвете, в зеленом, вот с темляком, тут без темляка. И они между собой этим только и отличаются, и артикула, соответственно, у них разные. И тут в черном цвете тоже трекинг. Также комплектация есть в упаковке, вот такой вот немножко подарочной, презентабельной, с чехлом. Здесь уже в красном цвете нож, и чехол идет вот тот же трекинг. Тут у нас вот замок фиксирует в сложном и в разложенном состоянии. И покажем, какой чехол. То есть кожаный, на кнопке, здесь некая вкладка. То есть закрыли, чехол убрали. Безусловно, одним из преимуществ данной компании это их доступность. То есть если брать средний ценовой диапазон, ну плюс-минус там тысяча рублей этот нож, в связи даже с курсами, ну согласитесь, это очень и очень демократично. Причем карбония в твердой стали практически ничем не отличается в цене. Плюс-минус 100-200 рублей. Прекрасный нож грибной. Это популярная модель для грибников. Имеет такой крукообразной формы, насечки по обуху, замок. Также выбралок. И то есть срезали нож, ножом гриб, сразу почистили. Имеется цемлячное отверстие, легко продеть цемляк, нож не потерять. Нож бюджетный, легкий, потеряли, не страшно. Ну вот такой формы, если я не ошибаюсь, это садовый нож. Этот нож, соответственно, филейная форма с возвышением. И это позиционируется как филейный. Это уже, по-моему, Outdoor. Здесь имеется отверстие, в которое, если резко подуть, то это свисток. Давайте продемонстрируем. Вот в таком вот ключе это работает. В остальном видим смешанную режущую кромку, плейн-серейтер. И вот эта часть, сквозное отверстие, оно также может выступать в качестве отвертки. То есть, разной величины, гайки, болты могут закручиваться, откручиваться вот этим вот отверстием. По стали здесь также 12-27. Ну и рукоять по типу ABS-пластика. Все ножи производятся во Франции. Это французский бренд. Мы видим также, давайте, такую презентабельную коробку, тоже с чехлом. И внутри, в принципе, где наша карбонка, это вот этот вот нож в карбоне, который ничем не отличается. Ну и открывать мы не будем, упаковку нарушать не будем. Представьте себе, что там вот такая комплектация. По характеристикам, да, давайте для некого общего ножа перечислю. Общая длина 193 мм. Клинок 85 мм, по обуху 1,5 мм. В сложенном состоянии 107 мм. 12-27, сам двигатель. 57-58, по року, как правило, у нее. Клиппоинт. Насечка на клинке для изъятия клинка. Да? Из корпуса. Вес плюс-минус 46-50 граммов, в зависимости от рукояти и немножко формы исполнения. В остальном все одно и то же. Гравировка может разниться на клинке и на дереве. И, конечно же, Сталь в карбоне. Ее никто не отменял. Вот такой краткий показ. Широкой линейки Апинель номер 8. Всех благодарю за просмотр. Всем пока-пока. А, и, кстати, на апрель 2020 года Эта модель занимает 53-е место в топе 100 мирового рейтинга складных ножей. То есть, среди всех мировых производителей. Ну, подробности будут по ссылке в описании для тех, кто смотрит это видео в ютубе. В инстаграме просто можете пройти на сайт, найти Апинель 8 и там увидеть рейтинг данного ножа. Рейтинг интересный, специально для вас трудились. Еще раз всем спасибо и до свидания.